Мне тогда было 8 или 9 лет, своих друзей у меня толком не было, поэтому я все больше ошивался со старшей сестрой, которая, конечно, не очень любила меня за собой таскать. Сестра на 5 лет меня старше и в середине 90-х была подростком. Жили мы тогда не особо богато, развлекали себя как могли, а летом и зимой пропадали на улице. Вот однажды в пятницу родители оставили меня под присмотром сестры. Сами ушли в гости на день рождения подруги мамы. Это было то ли поздняя весна, то ли раннее лето. Погода была отличная. Легкий теплый ветерок, шерсть свежий, но еще не пыльной зелени. Сестра с двумя своими подругами и со мной в придачу долго болтала, сидя на лавочке перед подъездом, обсуждая школу мальчиков. В общем, настроение у них было приподнятое. И спускающиеся сумерки наводили больше романтики, чем желание расходиться у них по домам. Во всех пятиэтажках нашего двора уже давно горел свет в окнах, а фонари еще не зажглись. Тусклые отблески освещали тротуар вдоль дома. И тут мы все затихли и повернулись к Кате, одной из подружек сестры, самой тихой и спокойной девушки. Та сидела как вкопанная и была бледной, и мычала что-то бессвязное. Мы вслушивались и поняли, что она без устали повторяет «ноги, ноги, ноги», тыча при этом пальцем куда-то в сторону дороги. Когда мы повернулись, то фотор охватила нас всех. Мимо нас, над тротуаром, буквально плыл мужчина в темном пальто и шляпе. Да, именно плыл, потому что ниже колен у него ничего не было. Он беззвучно двигался мимо нас, не поворачивая головы, не двигая какими-то частями тела. И также беззвучно растворился в темноте, уходя из освещенной части тротуара. Все в ужасе разбежались по домам. Мы с сестрой забились под одеяло и считали минуту до прихода родителей. Когда они появились, мы наперебой пытались рассказать им эту историю. Отец успокаивал нас тем, что, наверное, мужчина нес зеркало, которое исказило наше восприятие. Или просто на улице было плохое освещение. Но мы-то точно знали, что именно мы видели. И только через два года я узнал, что в ту пятницу одному из наших соседей из-за аварии отрубило на заводе обе ноги. И он истек кровью, не дождавшись скорой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok